МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. 30 лет безупречной работы по контролю финансовых операций. Юбилей отметило Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области. 38 клубов, более 700 кадетов. Итоги деятельности за прошедший год подвели в региональном штабе детско-юношеского общественного движения ЮНАРМИЯ. Исключить угрозы для граждан, антитеррористическую защищенность объектов и обеспечение порядка на массовых мероприятиях обсудили в мэрии областного центра. Футбол в школу в Биробиджане стартовал второй этап соревнований по футболу среди школьников. 30-летний юбилей со дня создания отметило Управление Федерального казначейства Еврейской автономной области. Торжественное собрание, посвященное годовщине, прошло в правительстве региона. Приказом министра финансов России от 14 февраля 1994 года начальником Управления Федерального казначейства по ЕАО назначена Окунева Татьяна Владимировна. Этот день принято считать днём образования органов Федерального казначейства в нашей области. С этого момента главной задачей ведомства является учёт доходов и расходов федерального бюджета. Все эти три десятилетия нашего управления, как и вся структура органов Федерального казначейства, совершенствовалась и динамично развивалась. В сферу нашей деятельности включаются всё новые и новые функции, реализация которых расширяет роль управления в социально-экономическом развитии нашей области. Поздравил с юбилеем сотрудников казначейства и губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн. Кроме исполнения служебных обязанностей, виновники торжества и их семьи оказывали также большую помощь участникам специальной военной операции. За большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения на территории автономии глава региона наградил руководителя областного управления Федерального казначейства Заурбека Альбекова медалью «Доброволец ЕАО». А также поблагодарил сотрудников за их профессиональный и самоотверженный труд. Спасибо за вашу работу, потому что порой и 31 декабря до позднего вечера вы осуществляете проводки, чтобы мы смогли завершить проекты, отчитаться перед федеральным руководством. Как Заурбек Адамович сказал, что мы уже последние два года входим в топ лучших субъектов по освоению федеральных денежных средств. Спасибо вам за это. Присоединились к поздравлениям и представители Федерального казначейства, законодательного собрания ЕАО, силовых и правоохранительных ведомств региона. В благодарность за плодотворное межведомственное сотрудничество они были отмечены медалями за содействие. Наградили и особо отличившихся на службе сотрудников ведомства. Нагрудные знаки, медали, почетные грамоты и благодарности вручили более 20 специалистам управления Федерального казначейства ЕАО. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21. Итоги деятельности за прошедший год подвели в региональном штабе детско-юношеского общественного движения Юнармия. Мероприятие собрало юнормейские отряды, казацкие клубы и другие военно-патриотические объединения автономии. Участники военно-патриотических объединений – это ребята, которые с детства интересовались начальной военной подготовкой и готовили себя к службе в армии, участвуя в юнормейских мероприятиях, познавали военное дело настоящим образом и хоть в игровой форме. И сегодня многие из них выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. С поздравлениями к ребятам и благодарностями за успехи в обучении и службе обратились представители власти региона, областного парламента, федерального собрания. Я хочу пожелать ребятам дальнейших успехов продолжать дальше хорошо учиться, готовить себя хорошо к службе и добиваться всех-всех-всех различных жизненных успехов. Неотъемлемой частью становления юнормейца является духовно-нравственное воспитание. Активную поддержку в этом оказывает и церковь, сохраняя давние традиции. У нас одна цель – мы воспитываем подрастающее поколение, воспитываем их в духе любви к своей родине, к своему отечеству и в любви к Богу. Поэтому все цели у нас совпадают и издревле рука об руку, церковь и армия шли рядом вместе, я бы сказал, даже больше, неразделимо были. Сейчас в Еврейской автономной области в движении состоит более 700 юнормейцев, мальчишек и девчонок всех возрастов. Всего насчитывается 38 военно-патриотических клубов, охватывающих все муниципалитеты региона. Мне очень нравится военное дело. Мне кажется, что быть военным – это очень достойно. Это, как можно сказать, честь для человека быть военным. Меня это дело очень привлекает. Я считаю, что наше движение воспитывает в человеке патриотизм. Самое главное, что нужно для человека – любовь к своей родине прививает. И вообще делает человека сильнее. Юнормия постоянно взаимодействует с различными общественными организациями, занимаясь не только военной подготовкой, но и общественно значимой работой. Не станет исключением и 2024-й. В региональном отделении движения определились с главными задачами на ближайший период. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Вопросы безопасности в период празднования Дня Защитника Отечества и Международного Женского Дня, а также во время проведения выборов президента России, обсудили в мэрии Биробиджана на заседании антитеррористической комиссии. В преддверии и во время праздников все места, где планируется проведение массовых мероприятий, будут обследованы на предмет нахождения подозрительных предметов, проверят и оборудование для видеонаблюдения. Все сотрудники на объектах будут проинструктированы на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Проводятся инструкторы с сотрудниками о порядке информирования дежурных служб органов внутренних дел Федеральной службы безопасности о предметах и лицах, которые вызывают подозрения на возможную причастность к совершению террористических актов. Также в учреждениях проводится систематическая работа по антитеррористической защищенности, осуществляется ежедневный обход территорий, осмотр кабинетов, залов, айе, лестничных пролетов, вспомогательных помещений, подвального и чердачных помещений. Обсудили в ходе заседания и вопросы безопасности на избирательных участках. Они также будут тщательно обследованы, а персонал проинструктирован. До членов комиссии будет доведена информация о графике дежурств и контактные телефоны дежурных оперативных служб. Также в помещениях участковых и родных комиссий будет размещена информация о номерах телефонов экстренных служб. Также за всеми участковыми избирательными комиссиями будет закреплен один член территориальной избирательной комиссии для решения оперативной задачи. В период голосования в Биробиджане будут работать 37 избирательных участков, а также два резервных в зданиях областной и инфекционной больниц. Все помещения будут оборудованы системой видеонаблюдения. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21. Второй этап юношеских соревнований школьной футбольной лиги стартовал в областном центре. Проходят состязания в рамках проекта «Футбол в школу». На протяжении двух дней на поле выйдут спортсмены шести биробиджанских школ. Начался турнир со встречи лицея номер 23 и первой гимназии, где со счетом 5-2 победу одержали лицеисты. По итогам двух этапов будет выявлен победитель, который будет награжден кубком, и также призеры будут награждены кубками, медалями и сертификатами участников. В рамках этого же проекта уже весной планируется проведение областного футбольного фестиваля, который не ограничится только турниром. Участники смогут проявить себя и в персональных конкурсах и заданиях. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok